друзья дождались наконец-то пошел дождик да такой хороший а я только полила помидоры ну правда по чуть-чуть там ковшичек наверно пол литра в ковшику под каждый кустик но ничего лишнего будет теперь все пойдет расти картошечка и все остальное красота какое счастье дождались да вот он уже и прекращается так что я полила и наверное не зря земля насколько он за просохла наверное месяц не было дождя в общем сразу воздух какой озон красота ой спасибо тебе дождик как мы тебя ждали наверно ванна наполняется сейчас приблизила насколько могу ох опять усилился да не знаю видно там видео или нет ванна наполняется ой красота какая прям открыла двери и стою смотрю дышу как захочется чтобы не смотреть на эту стену посмотреть на какие-то красивые растения ну ничего всему свое время вот опять опять замолчал порывами прям по усилиться то опять притихнет ой радость то какая а я пришла набираю ванну с пенкой сейчас там шампунь у меня уже заканчивается надо будет купить в общем немножечко поваляюсь по релаксирую домой не ты тоже со мной купаться будешь и мой красавец кузьма ты на дождик смотришь тоже радуешься да сейчас и чесночок польет убрала я наконец-то за сараем не до конца перпичи там эти убрала вот опять усилился но еще там мелкий мусор нужно тяжелую грязь убрала теперь удобно шланг тащить что моника иди на дождик посмотри кузьма тут уже сидит смотри подышите подышите немножко вещи скупаться буду сейчас залезу свет выключен зажгу ароматическую лампу и по релаксирую немножко ой вот это окошко видно так как ну не могу не могу отойти от окна смотрите что на асфальте делается а река течет сейчас моя травка она и так хорошо подросла но после дождик это хорошо пойдет и смородинка польется только что поливала смородину наверное я вызвала дождь красота какая ну что друзья попытка номер два купила бабаевский шоколад вот такую вот плитку шоколад бабаевский элитный достаточно недорого по 69 в общем 70 рублей плиточка но это совсем похоже на шоколад вот он весь жидкий я приспособилась камера потеет такой стаканчик у меня есть вот я его на водяную баню ну вернее окунула в воду и сейчас буду окунать сейчас он растопится и буду окунать оставшиеся мороженое я конечно уже съела мороженое без глазури шоколадной но вот купила мне же все таки не терпится хочется попробовать еще и настоящие домашние эскимо в общем это вот совсем другое дело друзья спасибо вам что прокомментировали какой шоколад купить теперь буду знать но ведь я даже не задумывалась аленка в молочный шоколад всегда был молочным шоколадом и достаточно вкусно поэтому я даже не смотрела что там в нем содержимое купила по инерции как говорится и все а теперь буду все время проверять все пошло заморожено достану потом покажу что получилось конечно не совсем я профессионал но одно я уже кушаю то что совсем некрасиво получилось друзья это очень вкусно в этом морожене и морожене мороженом в этом морожене наверно я знаю что я сюда положила здесь нет никаких загустителей кроме кукурузного крахмала я немножко отошла от рецепта и вместо картофельного положила кукурузный крахмал и она вообще без кристалликов но я делала его на домашнем молоке из-под коровки и добавляла вместо сухого молока сливки не нашла не нашлось в магните да и вообще не нашла я больше нигде в продажу у нас сухое молоко поэтому я вам очень рекомендую конечно нужно подноровиться не красиво получилось но очень очень вкусно попробуйте купите силиконовые формы и можно будет угощать домашних гостей домашним мороженым это очень вкусно ну вчерашний дождик вы уже видели а сегодня давайте посмотрим что же после дождика который мы так сдали ох и хороший дождик был налилась наконец-то ванная наверное около месяца не было дождя вот полная надо там вот какой-то чопит поставить чтобы перелива не было чтоб пополней набиралась там бы наверное три набралось в ванну если не больше ой как хорошо полит лучок земелька стала влажной классной как хорошо что я успела высадить перчик до дождя вчера он так хорошо напился дождевой водички а вот эти вот руки вы видите друзья не знаю как у меня получится или не получится я уже заказала на вайбер из вот такую сетку проверенную правда немножко по длине больше это пятерочка 5 метров на 3 6 метров на 3 ширину хочу все-таки затенить перчик вот эта сторона теплицы с вот этими гвоздиками послужит мне опорой а вот там натяну ну как-то прикреплю к этим дугам вторую сторону придется конечно дальше какой-то вбивать столб или штырь не знаю буду что-то искать чтобы продлить чтобы там тоже можно было закрепиться теплицы там у нас короче длины грядок вот и чтобы все-таки перчик затенять перец не любит очень сильных мощных лучей солнечных любит влажность и ну такой паутень скажем так вчера я после дождя как же поют птички вам слышно прям хочется помолчать опять ветер я не знаю как он там слышно не слышно теплицы порой божий вчера я после дождя пришла сюда но же здесь прямая крыша и поэтому конечно вода скапливается и ну натягивается вот здесь пузырем висит а вот поэтому там я продырявила дырочку вот она и вода сливалась ведра такой самополив в теплице дождевой водой но его тоже очень-очень много этой воды этой влаги поэтому вчера я зашла моя дыня вся плавает в воде ну то есть она вот стояла вот там из крыши в эту дырочку очень много натекло я ее достала чтобы она вот здесь лишняя вода ушла в землю и из этого корыта вылила пол ведра воды наверно вот ох какой ветер слышите какой ветриво вот огурчиком очень хорошо ой ну какой же красивый какой же красавец вот так что буду здесь все-таки попытаюсь как-то сделать затенение для перчика в том году один было много перца очень понравился рецепт запеченный перец в духовке со снятой кожицей и с чесноком в собственном соку по моему я этот рецепт нашла у любы ким на канале и вот лёшек сказал ой хочу еще такой перец он и сестричку свою угощал в общем всем понравился этот перец вот если будет много перчика обязательно закрою опять поэтому рецепт уже проверенный нам очень понравился даже больше чем лечо вот что еще я накрыла вот здесь кастрюлю успела до дождя здесь подохли мурашки муравьи эти вам покажу даже какие-то жуки вон дохлые валяются видите вот еще лапами дрыгает музыки извините я отравила муравьев и муравьи кстати тоже ушли в общем этот великий воин работает это я закрыла чтобы гранулы эти воду воду не смыла вот ну что огурчики здесь пережили тоже дождик сейчас пока здесь солнышко солнышко уже скоро повернет и здесь они будут в тени ой земля как пух вчера здесь навела маломальский порядок успела до дождя все кирпичи вывезла уложила их под забор со стороны улицы чтобы и коты не лазили и трава не так лезла в палисадник а здесь остался еще маленький мусор вчера я уже устала и уберу позже какая же красота друзья если вы сейчас находитесь в выборе что вам купить дом или квартиру покупайте дом не прогадаете кстати вот здесь я не знаю выживут эти сливы или нет но посмотрите вот она сливка если не опадет то в этом году уже попробуем чернослив только в том году мы посадили это дерево стендли называется ну американский сорт выведены вот а с утра я побрызгала до лихоз у меня не было другого другой жидкости не знаю мушки они правильно сделала может навредила в общем разбавила средством от тем что я обрабатывала картошку и побрызгала видите сожрали вот какой-то какая-то зараза сожрала лист до лихоза вот но уже я сходила вал борис там маленький заказик у меня был и зашла в этот семена нашла видео на ю тубе вот такое средство от гусениц от всяких вот этих плодожурок там какая-то совка ну в общем все что жрет перец помидоры вертихвостка там или какие-то такие названия вот лепитоцит буду обрабатывать еще и этим средством весь перец заранее не буду ждать когда его что-то начнет жрать вот обрызгаю завтра опять дождь поэтому скорее всего послезавтра там как-то через два дня опять дождь ну в общем выберу денечек посмотрю по погоде и обрызгаю перец этой штукой липитоцит вот уж очень хвалила женщину в своем видео она тоже показывала свой перец и сказала что вот это средство ей помогло заказала на озоне друзья три пакетика 276 рублей зашла в наш магазин нас от огород 24 рубля но естественно отказалась от заказа вернули сразу деньги на зон так что не все вот нужно покупать название волдыриц а вот хорус для вишни вы мне советовали на зоне дешевле чем вот в нашем магазине теперь по поводу мульчирование мария по-моему из германии писала мне что лена замульчируй перец рассказывала что у нее как раз из-за того что был перец замульчирован может быть там было много влаги и она сделала вывод что нужно убрать мульчу потому что под мульчу вот жили как раз слезняки эти которые вылезали и жрали перец я если хотите оставлю ссылку на этот ролик это не мой опыт вот как раз она рассказывает и вот про это средство и про то что она убрала мульчу с перцем может быть это не у всех но похоже на то что до под мульчу и собирается очень излишняя влага жрет растения может быть не все но вот у нее все весь перец был поеден теперь по поводу мульчи я к ней отношусь с опаской мульчировать если травой то нужно собирать косить траву когда она еще не выбросила семена я в том году мульчировала клубнику если вы помните и это был где-то месяц май ну вот только-только весна началась у нее еще не было семян я ходила резала там ножом ее собирала и мульчировала а если дальше трава с семенами вы можете сделать только в огород и потом будете избавляться сорняков выводить это все это еще сложнее вот хорошая идея с соломой я может быть поспрашиваю здесь у людей может быть кто-то продает знаете круглая бухты прям соломы я как-то в светофор ходила там возле одного дома лежали эти бухты вот такую бы солома я купила и вот ею можно мульчировать огород а траву нет друзья трава это опасно можно занести сорняков вот я замульчировала как раз эту сливу стэнли это мой лен в том году вы помните что я сеяла лен кстати говорили что он помогает от колорадских жуков друзья я этому не верю ничего он не помогает потом там мне советовали бархатцы сажайте они тоже боятся запаха мне кажется наши жуки уже настолько адаптированные что им даже никакой яд не не всякий яд помогает а уж бархатцы с лен со льном точно не помогут жукам уйти вот насчет жуков я считаю вот обработка престижем еще какими-то там средствами вот это действенно остальное все я не верю и никакой лен никакие бархатцы я больше сажать в огороде не буду кстати уже начала всходить картошка я друзья если честно перепугалась ну вот ровно 21 день прошел и картошка взошла сегодня край муха услышала в магазине что люди там тоже жаловались что-то картошка не всходит но может быть потому что были очень маленькие она прям только-только наклюнулась у меня сажала я ее 1 2 мая вот вот она по выползала нет ни одного жука ни одного не знаю как дальше но пока вот обработанная картошка престижем вот они бы здесь уже были кучами если не обработать теперь по поводу вот этих яиц которые я нашла вы мне там говорили что это яйца это божьи коровки все-таки это яйца были жуков я вчера пропалывала там пропалывала так руками кое-где прорывала траву вот здесь по чесноку а здесь раньше у нас была картошка и жуков здесь было много кстати и вот на вот этой траве вот она вот такая вот травка вот я находила яйца жуков колорадских и это были жуки я одного все-таки увидела они здесь повылезали офигели вместо картошки здесь чеснок и они стали откладывать яйца на траве ну конечно уйдут а вот друзья теперь вчера я говорила что я буду укладывать плиточку вот здесь вот пока не буду укладывать прошел дождь посмотрите вся стена грязная и я приняла решение что плитку буду укладывать когда мы здесь все уложим плиточкой весь двор чтобы ну во первых и плиточкой двора здесь вот водоотливы нужно поставить чтобы я не нервничала и моя вот эта гипсовая плитка которая будет здесь не пачкалась поэтому все нужно сделать по уму в общем сначала укладываем двор плиткой а потом я буду облицовывать цоколь плиточкой но мне ее еще нужно сделать там то что есть мне конечно же не хватит вот такие вот дела вот кто говорил что нужно продолжить стену вот посмотрите как все сыреет стена и зачем продолжать незачем вот ой друзья вчера я вам показывала наконец-то расцвел ирис теперь после дождя все пойдет расти анечка которая мне писала что это и не ирис посмотрите вот такой красивый изящный ирис он необычный это афганский ирис если вы наберете в интернете то увидите моя ты красотулька расцвел вот один уже расцвел скоро здесь будет все вырисах вот эти вот цветочки тоже ой очень хорошо прям вот вот завтра наверно расцветут эти бутончики а вот эту как она анимония если я не ошиблась или витреница я ее друзья выкину вы мне там писали что она очень сильный агрессор что сеется рассеивается и заполонит потом весь огород весь сад всю клумбу красиво но агрессор такой цветок мне не нужен лучше засадить какими-нибудь теми же пионами ирисами да вон просто папоротник посадить и это будет ну красиво если это все забьют все цветы такое счастье не надо ладно друзья буду заканчивать сегодняшнее видео мы очень рады что у нас началась эра дождей вся неделя похоже будет там периодически через день с дождиком я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока